Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, и да, наконец-таки ура, у меня в руках укулеле, а это значит, что это долгожданный Разбор на укулеле Есть несколько типов укулелистов. Первый, это кто у нас играет любую песню через шестерку И причем неважно в каком жанре и настроении она написана первоначально Второй, это кто абсолютно не понимает, как же сыграть эту шестерку, и в принципе, а что же взять взамен, тоже непонятно А заключительное, это кто сейчас смотрит это видео, потому что я объясню все по полочкам и дам 5 универсальных боев Ну, на самом деле их чуть-чуть больше, которые подойдут абсолютно к любой песне Но для начала бери укулеле в руки и погнали учиться Но для начала давайте поймем, что же такое бой По-другому это ритмический рисунок А это означает то, что да, на рисунок боя вы можете не только сыграть как-то под песню, но и прохлопать, и протопать В общем, любое другое звукоизвлечение данного рисунка Все ритмические рисунки, как ни странно, имеют свой определенный ритм Как раз благодаря ритму мы и понимаем, в какой момент будет играться наш элемент Когда вы в интернете находите просто тупо систему друг за дружкой, там удары вниз-вверх Это не совсем тот бой в нашем понимании, про который мы и думаем Поэтому какой бы рисунок вы ни взяли в будущем, да и сейчас, мы его будем учиться именно играть со счетом Потому что счет в этом деле очень важен Надеюсь, что многие из вас уже умеют считать Хотя бы до четырех нам этого будет достаточно Давайте сразу возьмем пример Первый рисунок у нас с вами будет бой Тройка Вообще откуда такие названия, да? Тройка, там пятерка, шестерка От количества ударов в самом рисунке То есть, соответственно, тройка Это подразумевается, что там будет у нас каких-то три определенных удара Которые играются на нужный счет Соответственно, если тройка, то это три удара Четверка, там четыре удара Шестерка, кстати, сколько? Правильно, пишите в комментариях ваш ответ Есть вариант, когда мы с вами играем раз-и-два-и То есть первую и мы пропускаем Делаем вниз удар На и молчим, потом дальше вниз-вверх Получается раз-и-два-и Раз-и-два-и Я рекомендую вам учить все бои на заглушенных струнах Чтобы вы не отвлекались на определенные какие-то звучания Тут вам это пока не нужно Это наоборот вас будет сбивать Поэтому просто взяли пальчики, положили их на струны Ничего не прижимаем, чтобы был такой хрык Поехали еще раз Раз-и-два-и Раз-и-два-и Есть вариант, когда мы сразу на первую и добавляем этот же удар То есть никакого пропуска нет Скорее пропуск у нас с вами будет в конце То есть на вторую и И получается раз-и-два Раз-и-два Почувствуйте разницу между первым вариантом Когда мы с вами играем Раз-и-два-и Раз-и-два-и И вторым Раз-и-два-и То есть второй такой более голодный Куда-то мы бежим И в будущем Забегая вперед скажу Что в зависимости какой рисунок вы будете брать Так и будет звучать Ой, как у меня дождь за окном питерский пошел Будет звучать в определенном жанре песня Следующий у нас на очереди с вами четверкой Там также есть какие-то варианты самые популярные Это когда вот мы на прошлую первую схемку с паузы посередине Добавили удар наверх Получается тогда раз-и-два-и Достаточно простой и удобный рисунок Он такой, знаете, а-ля частушечный Типа То есть как часы, как метроном У нас с вами звучит Тритм Более такой уже интересный вариант четверки Когда мы с вами уже делаем счет на три То есть раз-и-два-и-три-и Это не совсем типичная четверка в нашем понимании Но также можно использовать в песнях Получается раз-и-два-и-три-и Раз-и-два-и-три-и Также почувствуйте разницу между четверками вот такого варианта И между таким Также есть вариант четверка заглушей Глушением Это когда мы вот к тому варианту Раз-и-два-и На третью-да Делаем глушение Получается так Раз-и-два-и 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 Так, а что-то уже дворовая тема пошла Дарья, объясни Следующая штучка называется пятерка пятерка пятерочка выручает мой кстати любимый в рисунок не знаю почему в нем есть что-то такое аля рацкер на и потому что варьям звучит следующим образом 1 и 2 и 3 и 1 и 2 и 3 и за счет того что первый удар звучит у нас как бы немножко отдельно его как бы выделяем и получается такая как бы акцентированность интересный бой можете пользоваться и следующий на очереди естественно ваша любимая шестерочка вообще откуда почему так все любят эту шестерку дело в том что как вы могли уже заметить ранее многие рисунки у нас с вами играются на 2 и на четыре то есть на 3 это такая тема с ней нужно отдельно работать вся музыка у нас с вами такая скажем квадратная и наш мозг тоже он такой более перфекционист в этом плане поэтому ему хочется чтобы там в песне были четыре аккорда в ней было рифм в ней была какая-то логичность и понятность и соответственно шестерка у нас все эти потребности закрывает получается так что она считается до четырех да еще такой интересный рисуночек где очень удобно ее на слух запоминать то есть послушайте какой ритм во первых у нее раз и два и три и четыре и раз и два и три и четыре и но понимаете проблема в том что многие эту шестерку просто тупо заучивать на слух то есть где-то услышали там соотношение ударов типа вниз вниз вверх 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 это не совсем корректно не совсем правильно поэтому я вам рекомендую все-таки если вы учите шестерку учите пожалуйста сразу со счетом раз и два и три и четыре и то есть будьте внимательны что вот эта третья доля до цифра к 3 она роковая она пытается сразу пойду давай сыграй на меня говорит удар но не надо то есть прям высчитывайте в медленном темпе куда вы там чё играть удар вниз куда наверх если прямо очень сложно то можно эту шестерку посмотреть немножко под другим углом как бы первая часть рисунка это скажем так наша тройка которую только что учили то есть два удара вниз наверх 1 и 2 и соответственно дальше как бы 3 идет пауза и остальную часть и 4 и до игры вы получатся раз и 2 и 3 и 4 и то есть можно представить что мы где-то на 3 потеряли удар вниз вот так вот и будет звучать в любой песне но проблема шестерки в том что она очень обезличивает песню то есть какой бы жанр вы не выбрали песни у вас все будет звучать под одну гребенку поэтому да вроде бы ритмично да вроде бы ровно звучит но если мы говорим с точки зрения именно интересности исполнения то я шестерку не особо долюбливаю из-за того что вот она стирает эти грани жанровости следующий на очереди рисунок шестерка с глушением как его прозвали в народе цоевский бой там вообще раздолье потому что на каждый элемент на каждую скажем так долю на каждую циферку на каждую и мы что-то доиграем мы что-то делаем звучит это следующим образом раз и два и три и четыре и то есть видите да очень много каких-то элементов раз и два и три и четыре и четыре и прям сразу хочется спеть белый снег серый лед также есть вариант немножко полегче когда мы с вами последний удар вверх не доигрываем изучать тогда будет следующим образом раз и два и три и четыре и на и молчим еще раз раз и два и три и четыре и я обычно рекомендую новичкам брать вот этот вариант чтобы вы немножечко передохнули чтобы вот и ух что когда идете на следующий круг ваша рука не заплутала тогда будет звучать так и заключительный аттракцион невиданной щедрости бой восьмерка единственная и вообще всегда вывожу звездочкой потому что на не типично по счету ее как бы сложно сразу сыграть на слух начинающим ребятам укулелистом я вообще ее не предлагаю тем более сколько было вариантов предложено ранее вот берите их играйте но с восьмерка дело обстоит следующим образом дело в том что мы ее будем играть немножко уже с другим счетом не 1 и 2 и 3 4 а через и иена такая система заморская когда мы вот эти вот и немножко разделили потому что там такие коротенькие удары чтобы это надо же как-то еще и посчитать придумали такую систему и е на звучит бой следующим образом бомбан и я нацу и я на ты и я на по и я на заметили даже на английском считаю ванны и я нацу и я на при и я на по и я на вот с этим боем нужно быть очень аккуратными и очень медленными поэтому еще раз ванны и я нацу и я на при и я на по и я на есть варианты и другие восьмерки но это такая скажем так самая базовая конечно в этот ролик я смогла уместить лишь какую-то часть информации которые владею под названием аккомпанемент если вы хотите более подробно и углубленно изучать данную тематику для всех любознательных спешу напомню что у меня есть отдельная обучающая литература по укулеле тем более есть прям отдельно главы про аккомпанемент как это все играется как это все и петься в общем присмотритесь тем более есть электронной и бумажной версии моих книг вот то есть мы с вами сейчас разобрали пять основных но если еще считать со всеми вариациями то получается 10 рисунков боя которые вы можете использовать почти в любой песни для примера как это все будет звучать мы сейчас с вами возьмем припев песни всеми любимые бомбокс вахтером и посмотрите как я буду менять рисунок хотя аккорды и слова остаются абсолютно одинаковыми я помню белые обои черная посуда нас хрущевки двое то мы откуда откуда двигаем шторы кофеек плюшки стынут объясните теперь нам актеры почему я на ней так сдвинут я помню белые обои черная посуда нас хрущевки двое то мы откуда задвигаем шторы кофеек плюшки стынут объясните теперь нам актеры почему я на ней так сдвинут я помню белые обои черная посуда нас хрущевки то мы откуда задвигаем шторы кофеек плюшки стынут объясните теперь нам актеры почему я на ней так сдвинут я помню я помню белые обои черная посуда нас хрущевки нас хрущевки двое нас хрущевки то мы откуда задвигаем шторы кофеек плюшки стынут объясните теперь нам актеры почему я на ней так сдвинут как вы увидели сейчас абсолютно любой рисунок боя дозвучал единственный момент да то есть все как это звучит то есть что-то более медленно звучит более драйвово более как-то так напевно и все от вас зависит как будет звучать ваша песня то есть как вы хотите сами по себе да как я чувствую или же как же играется оригинал песни то есть может быть на просторах интернета есть оригинальная акустическая версия песни в общем смотрите пробуйте под свои запросы но сейчас может возникнуть такая тема о том что хорошо бой я умею уже играть там все выучила только что которые дарья мне показывала в лев руке аккорды тоже умею играть но когда я соединяю я не понимаю сколько раз играть бой на нужен аккорд это на самом деле уже немножко другая тема отдельный ролик я делала про нее как же петь и играть одновременно но если вкратце сказать то у нас существуют некие штуки некий якоря когда мы начинаем с вами петь и играть то есть бывает что аккорд сначала идет а потом начинается у нас слова или они могут быть наоборот а могут быть вообще одновременно и только от этого зависит сколько вы сможете сыграть нужный бой на примере давайте я возьму опять эту же самую песню и бою например пятерка и тут также все зависит от вас я могу сыграть один раз на один аккорд и получится так я помню а по и черная посуда кетболе думы куда откуда наверное слышали вот эти паузы и пробелы потому что сыграл один раз на один аккорд но могу также сыграть два раза то есть полностью за заполнить пространство от аккорда до следующего аккорда я помню белые обои черная посуда нас хрущевки двое думы откуда откуда вы слышали как полно и плотно она звучит но тут же возникает такая штука то есть нужно учиться слышать что вы играете не играйте тупо по какому-то паттерну вам может казаться что вы делаете правильно но звучит это например очень как-то бегло как-то скоро вы там например торопитесь или суетитесь всегда опять же для всех начинающих и не обязательно для начинающих начинайте с чего-то простого например стройки сыграть там идет один раз на один аккорд потом такие да двойка сыграть два раза на один аккорд потому что пустое пространство осталось поэтому в этом случае можно вывести для себя некое правило о том что чем короче бой сам по себе да вот этот рисунок тем естественно его нужно будет повторять несколько раз чтобы полностью затмить заполнить вот это пространство от аккорда до аккорда и наоборот если у вас длинный рисунок шестерка там шестерка с глушением восьмерка то ей нужно малое количество повторений чтобы у вас что-то было без паузы внутренней я помню белые обои да и дальше там черная посуда чувствуете да что я всего лишь сыграла один раз шестерку на один аккорд а бывает наоборот случай когда у вас аккордов на строчку много или вообще получается что это короткая строчка тогда вам нужно наоборот длинный бой делить пополам я понимаю эта тема такая немножечко практической поэтому не торопитесь вы пишите для себя фавориты из выбранных рисунков а если вы подписаны на меня на бусте то вам не нужно ничего отдельно писать просто можете скачать эту картинку которая подготовила для моих бустов и никуда не торопясь толком с чувством с расстановкой со счетом слух это все отрабатываете well 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 если тебе была полезна данная информация то дай мне знать об этом своим лайком не забывайте писать комментариях и давать обратную связь ведь именно так я могу понять что же вам интересно и что же делать следующем видео то есть это может быть какой-то разбор песни мелодии или как сегодня музыкальная тема также на канале полно разных роликов и обязательно чекай и смотри для твоего удобства я все собрала по плейлистам но и по традиции хочу поблагодарить всех людей которые поддерживают меня на бусте взамен они получают клёвые ништяки весь раздачный материал также ранний доступ к видео но самое главное мое но меня по-прежнему зовут даря скоро увидимся пока 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 пока